Всем привет! С вами снова Наталья Токарева и это обзор моего перелета из Москвы в Бангкок эфиопскими, на минуточку, авиалиниями с 20-ти часовой пересадкой в столице Эфиопии, Адис-Абеба. Я не знаю, что меня ожидает, но думаю, это будет интересно. Итак, я лечу эконом-классом, но в моем тарифе было включено два багажных места весом до 23 килограмм, чем я решила воспользоваться. То, что у этого чемодана, мол, у меня на последнем издыхании, я узнала за 5 часов до вылета, поэтому пришлось на колхозе пленку. Я сейчас иду сдать багаж. Регистрация на рейс открылась за 48 часов, причем регистрация частичная, то есть каждый сегмент, у меня их два, Москва, Адис-Абеба открылся в один день, а на следующий день у меня открылась регистрация на рейс Адис-Абеба в Бангкок, что не очень удобно. Сейчас останется мне только сдать багаж. Мотан автоматы, здрасте. Занят. И вот наши стойки. Пока здесь никого. Я приехала за 3 часа до вылета, а они уже готовы, ждут нас. Сдала свои чемоданы, предварительно уточнив, что хочу забрать и в конечной точке, в Бангкоке. Взамен мне дали два посадочных талона, а также ваучер, который пригодится мне при пересадке в Эфиопии. Я прошла все контроли, пришла к своему гейту. Здесь пока все занято, но зато бортпроводники уже на месте. Обещали посадку начать в 21.15, но уже в 21.08 начали. Те, кто переживал, что эфиопские авиалинии это какой-нибудь кукурузник, могут выдыхать. Все в порядке. На сидениях разложены подушки и пледы. Я всегда с собой в самолет кладу косметичку, в которой есть всякие мелочи, которые могут прививаться во время полета, начиная от маски для сна, заканчивая каплами для глаз и жвачка. Посадка прошла очень быстро и слаженно, а сейчас готовимся ко взлету. А я ни на минуту не сомневалась, что инструкция по безопасности будет выглядеть как-то так. Медиапанель, конечно, старенькая, уставшая. Русского языка вообще нет ни в настройках, ни в фильмах, ни в субтитрах. Управляется все это чудо с культа, а не с сенсора на экране. И ужасное качество звука. Вообще ничего не слышно, непонятно. А если слышно, то как-то очень противно. Если вы думаете, что это могут спасти свои наушники, то нет, потому что тут нестандартный разъем с двумя джеками. В 22.16 мы взлетели и набираем высоту. В 23.09 начался сервис. Из напитков есть лимонады, кола, спрайт, фанта, соки апельсиновый, мультифрукт, яблочный и вода, конечно же. А также есть вино, белое, красное и вино. А по еде выбор между рыбой и вегетарианским меню. Ну, рыба, это, конечно, громко сказано. Это котлета рыбная с кляром, томатном соусе, с рисом и с ручковой фасолью. Загрузка явно московская. Положили оливковое и сливочное масло, сыр президент. На закуску капустно-морковный салат с кусочками ананаса и изюм. На десерт кружочки горького шоколада с миндалем и кусочками сушеной молитвы. Ну, и не могу не похвастаться. Визуально самолет загружен процентов на 80 и место рядом свободное. В 23.36 начали развозить горячие напитки, чай, кофе. Плюс все то же самое, что было до этого. Мне уже, если честно, это все не очень интересно. Я хочу спать. Надеюсь, что большая часть из этого 8,5-часового перелета пройдет все-таки во сне. 3.58. Началось в колхозе утром. Надо же, нас тут еще и завтраком покормят. Спрашивали, блинчики или омлет. Я выбрала блинчики и не прогадала, потому что это сырники с фруктами. Очень вкусные. 4.23. Завтрак съеден, надо попробовать еще немножко подремать. 5.28. Начинаем снижаться, тут еще и рассвет не за горами. Видимо, у нас был какой-то попутный ветер, поэтому прилетели мы раньше. Но здравствуй, Эфиопия. Доброе утро, страна. Думаете, тут шарка? Нет, градусов 15. После того, как выходишь из самолета, впадаешь либо прямиком в аэропорт, либо нужно будет доехать до него на автобус. Тем, у кого короткая пересадка и нет визы, либо ваучера от авиакомпании, необходимо следовать за знаками «Трансфер», чтобы ожидать своего следующего рейса внутри здания аэропорта. А если вам тоже будет альба учер в аэропорту, то нужно идти куда-то сюда. В зону паспортного контроля. Я спустилась в зону выдачи багажа, осталось только понять, куда мне дальше идти. Так, здесь пункт обмена валюты. За 1 доллар они дают 53 бюра. Сразу же после багажа, после контроля находится зона ожидания автобусов. Некрасная дорожка меня это устраивает. На этой стойке меня просили ваучер, посадочный талон на следующий рейс, паспорт и сказали ожидать приезда трансфера. На часах 6.24. Когда я гуглила таможенные правила Эфиопии, то было написано в интернете, что надо декларировать, если везешь сумму больше 30 тысяч рублей в эквиваленте. Ну, то есть практически любую сумму ты должен декларировать. Но сейчас я в итоге расписалась за то, что я не везу больше 10 тысяч долларов. Нормально. Очень прохладно, очень прохладно. У меня сейчас появился интернет, и я посмотрела 8 градусов всего. Но что мы хотели? 2400 метров над уровнем моря. Поэтому да, это Африка, но из-за того, что это горы, здесь намного прохладнее. Но это хороший климат вообще для всего, для того, чтобы кофе, арабика росла. Здесь такой очень ровный климат, круглый год. Наденем очки, а то я ничего не увижу, ребята. Злой пёс. Так, надо найти... А, вон вижу красный надпись. Ай-яй-яй, боюсь-боюсь. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Пять, пока экономика не восстановится, путешествий ждать не нужно. Кто бы мне тогда сказал, что буквально через полгода... Нет, ну уже больше, я буду в Эфиопии в Адис-Обеде. Я бы не поверила, я сказала, вы что, с ума сошли? Я, конечно, когда увидела этот вариант пересадки, я не смогла удержаться. И у меня была такая надежда, что получится выйти в город. Вот я верила до последнего. И так и получилось. Потому что, ну, на самом деле же мало было обзоров про Эфиопию, и вот покрупить им собирал информацию. Такой трафик для... Сколько время? 6.36. Трафик активный. Ещё я надеюсь, что нам далеко ехать. Хочется побольше посмотреть город. В этой зоне трансфера вызывали людей в разные отели. То есть не только в этот отель везут. Там и холидей говорили, ещё чего-то. То есть у авиалинии контракт с разными отелями, поэтому... У них разные варианты, куда попадёшь. Ну... Люди улыбчивые. Очень много бегут. А, Эфиопы же лучшие бегуны. Там были ослики. Прямо на улице стояли ослики. Р illаинка. Прямо на улице стоил. Прямо на улице стояли чуть-чуть. Корректор Аилл. Как отель ещё не증но. и это надевоком. Адер scientесный центр. Город Ленишна пока еще спит, думаю трафик весь будет попозже, оно и не мудрено, смотрю есть всякие знакомые бренды был Мэг, магазин косметики, Кэнон, проезжали православный храм, они ж тут православные, понимаете, магазины местной моды, ну ребята, вот мальчики все одеваются приличным рубашечком, джинсом, не без трущоб, конечно точно здесь страшно, иначе не разумно а, там, видимо, строят сзади, но это не страшно конечно, грязь, но Одиссабеба такая вот, конечно, стихийная застройка, много недостроя каких-то лесов, страшных заборов, гор мусора посреди дороги, в то же время люди очень опрятные, красиво одеты, мужчины вообще одеваются как наши женщины, у них все-таки вот есть какой-то вот такой сельский шик шишечка с зерном, прицепотом шишечка с зерном М-м-м-м-м-м, многое еще выглядит сейчас будет ром-тур привет о, стеклянная ванная неплохо очень даже, слушайте Отрицающе, мне кажется Да Просто все, что надо есть Вода, спасибо И какой вид Доброе утро Одесса, Беба Если бы на ютубе можно было стрелять свою музыку Я бы поставила бы песню из Король Лев Что-нибудь такое А это какой-то богатый дом, видимо А воздух здесь пахнет шашлыком За что мне такое испытание? За что? Хочу подытожить Я очень приятно удивлена Очень приятно удивлена Что холодильник пустой Что здесь такой отель Здесь очень мило Все вот как должно быть В хорошем сетевом отеле Сейф есть Это тоже хорошо Большая кровать Не сказать, что я прям очень сильно проголодалась Но сходить назад угощает Очень любопытно Вау, а тут уже интереснее Пальма, гора Там главная достопримечательность замок Очень мило Чем нас будут угощать? Какие-то хлебоболочные овощи Яйца, рис Акать, овощи, каша Понятия не имею Что это такое И что это такое тоже Немного интригует Откромничала Я очень мало взяла Потому что я боюсь, что мне не понравится А еду переводить не хочется Если что, возьму добавку Что за каша? Очень жидкая Больших ложек нет Ой, такая вообще безвкусная овсянка на воде Замечательная Вообще ни сахара, ни соли Вода И овсянка Можно было бы что-нибудь даже добавить, если честно Вот это мне интересно Арбузная, мне кажется, по запаху Да Арбузный смус Я очень люблю арбузы Тоже не сладко Никак Такой вкус для взрослых Кто не любит сладкое Это похоже на какой-то блинчик Он кислый С карри С чем-то острым Как будто бы на бульоне Я думала, что это сладкое что-то А, очень остро Ой-ой-ой-ой Прям очень остро Воды мне Воды Здесь какой-то прям бизнес-центр Здесь удивительная дымка везде В воздухе Вот ее даже видно Пахнет чем-то Какой-то печкой У меня сначала показалось шашлыком Ну, вот какая-то печка шашлыкова В общем, они тут в печах шашлыки делают, видимо Всем городом 8.04 Здесь, кстати, московское время Поэтому ничего не пришлось переводить Мылась Приняла душ И теперь Меня очень сильно разморило Буду ложиться спать Никаких будильников ставить не хочу Надо восстановить силы А все остальное уже По остаточному принципу И заодно пока подзаряжу все свои телефоны Гаджеты Здесь снова странные розетки Но вот верхняя розетка Это наша USB Супер медленная 11.30 Что-то я так спала Хорошо Кровать удобная Но вот сейчас Как вставать Я прям это Замерзла Хотя кондиционера нет Ниоткуда не дует Даже не понимаю Чего мне так холодно И хочется еще поваляться Но Наверное Такое обманчивое чувство Из-за того, что я еще сегодня кофе не пила Мы же в Эфиопии Тут надо обязательно выпить кофе Проблема одна У меня нет местных денег Я не знаю Как они тут с карточками дружат Или нет Так, я похорошела тут 12.13 Время обеда Я как раз уже готова И после обеда пойду на улицу Решила оставить паспорт Свои какие-то документы еще в сейфе Но проблемка Он уже закрыт И я ввожу свой код Окей Ничего не получается Не двигается Брать с собой рюкзак Деньги Паспорт Мне кажется, не вариант И я на свой страх и риск Ставлю это все здесь Я почитала отзывы об отеле Ничего плохого про них не пишут Но мне кажется, что это будет безопаснее Чем брать с собой Итак, наш обед Мясо Здравствуйте Это выглядит очень вкусно Очень просто, но аппетитно Давайте пробовать Макароны Немножко остывшие Обычные макароны С чесночем, томатом, соусе Вкусно Картофель Это прям вкус детства Как в школе Готовили какой-то ракон Курочка Суховато Я сейчас только что заметила Что у нас все такое остренькое Но они сильно острые Есть можно Мясо много И тушеные овощи Вообще никакие Ни соленые, ни перченые Чисто овощи такие Аль денте И нужно подготовиться К выходу в город Я пытаюсь скачать сейчас Карту Мэпс Мне она 92 мегабайта Пока что-то не очень хорошо загружается И самое главное Я скачала карту Гугл Мэпс офлайн И оказывается Я в достаточно хорошем районе живу Как вообще Сориентироваться В одном знакомом городе Потому что Надо бывает Приезжаешь Ты ходишь по улицам И вообще неинтересно А оказывается Что самые интересные Достопримечательности Были там буквально в 100 метрах А ты этого не видел У Гугл Мэпс Есть такая функция Те улицы На которых есть что-то интересное Они подсвечены Таким желтым цветом То есть на этих улицах Есть большой трафик людей Сначала здесь вот такая улица идет И она переходит Вообще в такой квартал Очень популярный И я планирую Идти по этой улице Здесь много отелей Если меня что-то будет смущать Мне не нравится Я буду заходить в отель Прятаться И постараюсь дойти до сюда И главное У нас световой день До 18.00 Так что в 18.02 Я уже 100% буду в отеле А сейчас у нас 12.27 До обедаю И пойду гулять На самом деле Я подсвечу только И чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, я особо много снимать не буду. Вы уж не обессудьте. Если что, посмотрите Орел и Решка. Смотрите, какая малышка. Привет, Джима. Сейчас я вам покажу, как выглядят типичные манекены. Вот с такими обязательно попками. Побольше. Они это здесь уважают. Давайте, что за медвестный модный трек. Как похорошела Азара при санкциях. Ребята, знали бы вы, какие вы все колоритные и классные? Вот здесь. Решла в торговый центр. Тут нигде не принимают карточки. Нигде. И торговые центры здесь выглядят так, как у нас. Двухтысячные. Кофе в этой кофейне стоит 45 рублей на наши. Ну, 50 где-то. Но обидно, что у меня ни копейки. Стояла я, стояла, не понимала, как мне дорога переходить. Подошел дедушка, а сейчас пытаюсь параллельно с ним перейти на дорогу. А теперь перейдем к самому главному. Быть единственным белым человеком на улице Агиса Бегла, то еще удовольствие. А быть единственной белой женщиной, это вообще мука. Это, как минимум, какие-то социальные взгляды от каждого прохожего мужчины. Смех за спиной компании и всякие фразы, брошенные тебе вслед. Я не говорю по-английски. Простите. У меня такое ощущение, что это какая-то игра, правила которой я не понимаю. И единственное разумное решение будет пойти обратно в отель. Ну, я не скажу, что это прям было как-то вау, суперинтересно. Больше было как-то неприятно гулять здесь, потому что все так смотрят на меня. Какие-то мне вещи вслед кричат. Ну, ладно. Поставлю галочку. Я это сделала. Здесь есть кофейня. Моя последняя надежда, что можно будет выпить кофе. Моя последняя надежда, что можно будет выпить кофе по-картам? Конечно, если это деньги. Да. Я пытаюсь платить кофе по-картам. Окей. Я имею визу. А, тут вы, я, треологи. Мы идем на фелагу, мы не в морозе учимся. А где по-картам? 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 Да. Мы вообще задумались. Мы здесь не берем. Окей, но... А где по-картам? Там было несколько, а мы прошли. Нет, это было несколько. Нет, это было несколько. Причем, мне очень интересно даже, как... А у меня нет кофе по местному опыту, а я чистый скидываю. Можно я плачу кофе, пожалуйста, попробуй? Возвращайся. Окей. Да? 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 У меня нет кофе, знаешь, я не плачу кофе сегодня и хочу... Да будет кофе! Да будет кофе! Я получил! Хорошо, спасибо! Просто черный кофе, пожалуйста. Красный кофе? Красный кофе? Да, да. Американый кофе. Да. Американый. Да, конечно. Это большой кофе. Да, пожалуйста. Красный кофе. Очень крепкий. Очень горький. Но вкусный. Что-то среднее между спешлти кофейней и кофе из ленты. Он такой, он крепкий и по вкусу и по текстуре. То есть он какой-то такой густой. Есть интересная нотка какая-то, как шоколада, как в спешлти кофейнях. Но в то же время пережарили, мне кажется, зерно. Какой-нибудь якобс. Но вкусно. Там еще, кажется, продаются зернышки. Не знаю, брать с собой или нет. А теперь самый невероятный факт об Эфиопии. У них здесь свое летоисчисление. Поэтому сейчас не 2022 год, а 2014. Я могу вам рассказать о будущем. Вы мне рассказали о будущем. Да. И 2020 год будет коронавирус. Да, это 22. У нас в токе. У нас в токе. Это наш токе. И это действительно перевод. И так. И это о будущем. Да. И какие-то такие наши лечение. Они на волшебеть нам. Да, очень красиво. У меня это интересно. Как вы говорите, это 2014? Конечно! Но мы получаем нашу зарплату на вашем канале. Мы получаем интернационально, понимаете? Но это локальный вещь, вы знаете, мы получаем в нашем канале. Это сложно для нас, мы работаем на вашем канале. И я пойду в Таиланд, и там 2,500. Это время машина. И я пойду в Таиланд и спросить, скажите нам, что будет дальше. Это очень интересный. У нас в мире очень разный. Вы проживаете Новый год, Эстер. Но вы больше месяцев имеете, я слышал. Да, обычно мы не можем это назвать 10 месяцев, только 5-6 дней. Мы называем Агме. Да, только 6-6. Они просто сказали 13 месяцев. Ага. Это только 6 дней. Вау. 2 месяца и 6 дней. Вау. С одной стороны, я не чувствовала себя в безопасности на улице. Может быть, есть смысл оставить камеру, оставить телефон, взять с собой только ключ от номера и все. И пройтись, прогуляться. Потому что идти вот так вот, вжавшись в сумку во все остальное, неприятно. Ну, в любом случае, время еще есть. Сейчас посмотрю. Посижу в интернете и в инстаграме без VPN. Этот американо покруче дабл эспрессо у нас. До сих пор у меня такая, какая-то масляница, то есть от этих зерен во рту. Я не могу это описать. Я уже выпила пол-литра воды и не проходит. Но зато практически как 1 доллар заплатил, выпил всю чашку кофе и все. Вштырила, по-моему, на весь день меня уже. Время 15.22. Я немного посидела в интернете. Wi-Fi здесь хороший, но единственное, здесь периодически вырубают свет. Я здесь что-то очень замерзаю. У меня единственная возможность согреться, это пойти на улицу. Как раз осталось всего 2 часа солнца. Надо его использовать. А еще у меня очень заболела голова. Благо мне подруга в Москве дала алкозельцер. Кроме шуток, это очень хорошее средство от головной боли. Растворяешь в воде, выпиваешь и она очень быстро рассасывается и быстро действует. Если честно, мне немножко жалко, что я в отель ехала одна. Ни с кем не познакомилась. Так было бы проще с кем-то гулять вместе. Не так страшно. И я даже в какой-то степени завидую этим ребятам, которых встретила на лобби, что они тут 4 часа гуляли. Весь город обошли. Я тоже хочу. Но чувство самосохранения, конечно, берет верх. Все, я готова. На этот раз эту без сумки так будет безопаснее. Беру с собой только камеру, прячу ее под шарфом на веревочке. И в кармане у меня ключ от номера. Пойду по той же улице, чтобы не заблудиться. Там дальше есть интересные места. И солнечные очки взяла, потому что так проще на людей глазеть. Короче, моя попытка вторая была хуже, чем первая. Я узнала, что у меня классная задница. Что я cool baby. За мной бежали дети, просили у меня деньги. И у меня хватило минут на 10. Дети, я обожала вас. При всей моей любви и путешествиям с меня хватит. 16.02. Все, я в вашей отеле не ногой. Лучше телевизор посижу, посмотрю. Ну понятно, по телевизору, как всегда, ничего интересного нет. 18.04. Перед тем, как поужинать, вышла на террасу. Скоро воет закат. Сабеба звучит по-своему, как никакой другой город. Я слышу пение из мечетей, крик чаек. Утром покорекают петухи. Люди громко разговаривают. Он по-своему, конечно, хорош. Жаль, нас не сросло с ним много. Овощи на пару. Картофель с мясом и с грибами, кажется, и рис. Прощальный ужин, Владислав Бибель. Будем пробовать, что у нас тут такое. Опять картошечка выглядит, как что-то, чем нас кормили в школе. Но я думаю, что ввиду специфики их приправ, вкус будет другой. Прекрасно. Абсолютно какой-то домашний рагу. Говядина, тут нет грибов, но она прям очень жесткая. Овощи. Не забыли посолить. И добавили очень много приправ. А-ля прованские дравы. Очень вкусно. И тоже не переваренные, а такие аль денте, чуть-чуть хрустящие. И рис. Что можно от риса ожидать? Хороший рассыпчатый рис. Опять же, с какой-то приправой, кажется, с базиликом. Если бы они не пересушили мясо, то это было бы вообще замечательно. На часах 8.30 через полчаса приедет автобус и заберет меня обратно в аэропорт. И я хочу подвести итоги этого стоповера, этой длинной пересадки. Эфиопские авиалинии молодцы. Я полностью довольна отелем. Я полностью довольна условиями, которые они предоставляют. Потрясающее питание. Единственное, если бы я знала заранее, что у меня будет возможность выйти на улицу, несмотря на то, что нет визы. Да, я знала, что эфиопские авиалинии будут предоставлять отель. Но я изначально думала, что это будет какой-то отель около аэропорта. Либо в самом аэропорту, что не будет возможности выйти, потому что для россиян у нас визовый режим с Эфиопией. Здесь они, получается, между собой, как так договорились, отвезли в город. И была возможность свободного выхода на улицу. И если бы я об этом знала заранее, я бы, конечно, заказала экскурсию. Тем более, что на сайте авиакомпании, когда делаешь регистрацию на рейс, они тебе предлагают экскурсии за какие-то... Но для экзотики, за вменяемые деньги, 70 долларов 100, долларов 150. И были разные экскурсии, в том числе какой-то активный отдых с восхождениями, с какими-то а-ля сафари, если я ничего не путаю. Поэтому можете смело брать себе экскурсии. Да, я, конечно, стрелянный воробей. Со мной чего только в путешествиях не было. В какие-то только ситуации я не попадала. Но сегодня я реально очень испугалась. И для того, чтобы улучшить качество пересадки, конечно, нужно брать гида. И если у меня будет такая возможность, если я еще раз буду идти через Эфиопию, я это с радостью сделаю, учту свой опыт. И я надеюсь, что вы тоже учтете. Потому что, мне кажется, в Эфиопию мало кто специально поедет, именно как целенаправленно посвятит большое количество времени этой стране. Но как место для такого перевалочного пункта, это потрясающая локация и потрясающие возможности. И последний совет для тех, кто задержится в Адисабебе. Если вы имеете чувствительность, у вас бывает мигрени, либо давление скачет, обязательно возьмите с собой лекарство. Потому что даже я, человек, у которого ничего этого нет, у меня опять снова заболела голова. И до меня сейчас дошло, что это скорее всего из-за того, что город находится на высоте 2400 метров над уровнем моря. То есть здесь по умолчанию другое давление и другое восприятие нашего организма. И здесь происходит такая вот акклиматизация. Поэтому берегите себя, берите все, что нужно с собой, перестрахуйтесь. Все, я приехала в аэропорт. Сейчас сниму обзор для тех, кому будет актуальнее то, что происходит внутри. На входе в аэропорт сразу же секьюрити-контроль и лютый бардак. Надо снимать обувь и стоять в очереди. А это, пожалуйста, очередь на то, чтобы получить штамп паспорт. Я сейчас потихонечку двигаюсь к своему гейту от СССР. Мне нравится, что здесь есть такие места ожидания, на которых можно полежать. Станция зарядок тоже есть. И еще магазины. Одежда. Электроника. Но это все выглядит как магазины из перехода. Мне даже страшно туда заходить. Мне кажется, что там на меня нападут. И начнут мне втюхивать Nokia 3310. Курс обмена валюты. За 1 доллар они дают 53 бюро. За евро 55. Конечно же, рублей здесь нет. Рублей даже в городе не было. Дети при Миллениум. Black Label 37 долларов за литр. Woodford Reserve 76 долларов за литр. Gold Label 67 долларов. Delmore 135 долларов. Что бы это ни было, я не знаю, что это такое. 230 долларов за 18-летнюю выдержку. Jack Daniels 47 долларов. Glenn Murray 61 доллар. Passport Scotch 22 доллара. Chivas 126 литр. 75, 65, 127, 110. 20 долларов. Джеймсон 30 долларов. Valentine's 25 долларов. 39 долларов за 12 лет выдержки. French Brandy 44 доллара. Saint-Livain 38. Armagnac 35. 13 долларов. Такой напиток. Небольшой. 500 миллилитров. Столичная водка. 24 доллара за 750 миллилитров. Absolute 21 доллар. Sheridan 42 доллара. Как красиво. 55 долларов. Tequila. Cardy 22 за литр. Dizerron 34. Drambuy. Drambuy 44. Я половину этих названий первого в жизни вижу. Поэтому не серчайте, если я ошибаюсь. Amarulo 23. Campari 27 долларов. Martini 20 долларов. Так что выбор есть. Есть чего купить. Блок сигарет 16. 20. Camel 25 долларов. Еще один Camel 23. Lucky Strike 30. Kent с кнопкой неизвестно сколько стоит. Dunhill 21 доллар. 26. Davidov 20. Лего. Запрещеночка. 200 долларов. За такую покупку. Все по 200. Гарри Поттер. Я, конечно, в Лего не наигралась здесь. Меня тянет Гарри Поттеру тем более. Вот такие вот цены на алкоголь. На Лего. И на сигареты. Есть курилка. Есть комната для молитвы. И несколько лаунжей. Pizza Hut. Маленькая пицца 15 долларов. Среднего размера 20. Пицца для тех, кто в посту 12. Маленькая 16 и большая. Я много раз видела такую ситуацию, когда вроде бы африканцы друг с другом говорят на английском. И потом то у меня дошло, что все таки этим аэропортом пользуются не только эфиопцы, но и другие национальности, другие народности. Видимо сюда приезжают со всей Африки. Поэтому здесь можно увидеть и женщин в каких-то хиджабах, и мужчин в колбаках. В общем, они тоже все очень разные. Такие уникальные. 22.57, началась посадка. И по закону жанра эфиопских авиалей, мы оказались в длиннющей очереди, нахерясь которой я увидела, что наш самолет летит не только в Бангкок, но и в Джекарту. Это как? Что это? Джекарта или Бангкок? В Москве посадка в такой же Боинг прошла без ручка, без задоровки. Здесь на каждом атаке они буксуют, собирают толпы людей. Вдруг привезли к посадке один автобус с пассажирами. Тут же, через секунду другой, все стоят, толкаются около самолета, пытаются сесть. Вообще не понимают, с чем проблема. На другой стороне? 28. 28. Угу. Спасибо. Вот так. Угу. Компания, приступим. Угу. 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 Система синтетичная, я уже на последнем издыхании, очень болит голова и уже опять хочется спать, странное дело, весь день спала и снова хочется, но все-таки дорога она выматывает. У меня ждался очень разговорчивый сосед с ужасным акцентом, который я не понимаю. И еще это моя раскалывающаяся голова, что у меня сейчас план готовит. Так будет лучше. Наконец мы сдвинялись с места, но это еще не гарантирует, что мы зайдем. 00.45 и мы все-таки взлетаем. Час 58, набрали высоту и начинается сервис. Там передо мной у людей еще был выбор между говядиной и курицей, но мне досталась только курица с рисом, с салатом, кускус и какие-то сладости еще положили. Ну и стандартно сыр, масло. И, честно говоря, по вкусу вообще ни о чем. 2.18, решила лишь спать, не дожидаясь горячих напитков. 5.34, я проснулась от того, что замерзли ноги и увидела, что как раз, когда я спала, мне положили набор с носками, маской для сна, зубной, щеткой и пастой. Сейчас надену носки и продолжу спать. Назад, нам уже проспал. 6.30, 6.30, осталось 2 часа. Начался завтрак, на этот раз был выбор между лапшой и блинчиком, но блинчик опять оказался не блинчиком, но на этот раз каким-то сухим, невкусным бисквитом. В общем, одно тесто у меня тут на завтрак мне не понравилось абсолютно. Сосед выбрал лапшу, но это оказалось не лапша, а просто паста с курицей, лучше бы я тоже такую выбрала. Осталось каких-то 15 минут, и мы приземлимся. В 8.54, мы выходим из самолета, почему-то через бизнес-класс. Написано, пожалуйста, приготовьте свой посадочный талон. Там впереди очередная проверка, а мы стоим в очередной очереди. Ну а как же без этого, это же ифрёвские авиалинии. Специально-обучный человек проверяет фамилии и имена и сверяет со своим списком. Зачем? Оказывается, они так в ручном режиме отсеивают тех, кому надо остаться в самолете, чтобы лететь в Джакар. А дальше нельзя снимать. Итак, мясное время 13.50, московская и эфиопская 9.50, и на этом моё путешествие с эфиопскими авиалиниями окончено. Но я ещё подержу свой путь дальше, на Пхукет, и мне нужно будет остаться сейчас на несколько часов в аэропорту Бангкока. Буду отдыхать. На самом деле, моя конечная точка путешествия не Бангкок, а Пхукет. И в этот же день меня ждал ещё один рейс, но я тогда не знала, что мне не суждено будет улететь в этот день на остров. Поэтому в следующем видео обязательно расскажу, что было дальше. А вы подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Спасибо, что посмотрели это видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok